Продолжение следует... Сначала я дам введение для того, чтобы ввести вас в курс проблемы, а потом уже расскажу непосредственно о самом проекте. Итак, какое же практическое применение могут получить эти клетки, получаемые инвитро? Во-первых, это моделирование болезни. Далее это подавление автоиммунных реакций при трансплантации органов. Далее это антираковая терапия. Конечно же, восстановление иммунодефицитных состояний при трансплантации костного мозга в частности, а также при приобретенном и врожденном иммунодефиците. Какие источники для Т-клеток? В случае антираковой терапии Т-клетки могут выделяться непосредственно из опухоли, а затем увеличиваться в количестве инвитро. Альтернативным источником для получения Т-клеток могут служить стволовые клетки крови, выделяемые из пуповинной крови, а также из периферической крови и костного мозга взрослого человека. Индуцированные перипатентные клетки являются новым перспективным источником для получения Т-клеток. Какие же основные преимущества обладают перипатентные стволовые клетки человека? Во-первых, это, конечно, неограниченное количество. Когда мы стартуем с Т-клеток, выделяемых из опухоли или с гемопатических стволовых клеток, мы всегда имеем проблему нехватки стартового материала. В случае перипатентных стволовых клеток мы можем неограниченно наращивать и клетки в культуре и, соответственно, получать достаточно Т-клеток для применения, практического применения. Второе преимущество – это преодоление проблемы гистосовместимости, потому что индуцированные перипатентные стволовые клетки являются персонализированным продуктом. Третье преимущество – перипатентные стволовые клетки могут быть модифицированы инвитро и, соответственно, использованы для определенных терапевтических целей. То есть, в теории, схема будет сваливаться. Мы получаем клетки пациента, это могут быть гласты кожи, либо клетки крови, что само по себе является менее инвазивной процедурой по сравнению с получением стволовых клеток. Далее мы репрограммируем клетки, наращиваем до состояния перипатентных, наращиваем их, затем модифицируем, производим манипуляции с генами, затем отбираем клоны, селектируем их, проверяем на авторгет эффекты, дифференцируем, и такой клеточный продукт может быть трансплантирован пациенту. Какими основными свойствами должны обладать клетки, полученные инвитро? Во-первых, они должны быть способны распознавать главный комплекс гистосовместимости в процессе презентации антигена-реципиента. Они не должны быть потенциально аутореактивными. Все эти свойства обеспечиваются в ходе позитивной и негативной селекции в тимусе. Таким образом, в данном проекте мы сфокусировались на получении таких-то клеток, которые были бы способны эмигрировать в тимус-реципиента и дифференцироваться, и проходить процессы позитивной и негативной селекции непосредственно в тимусе-реципиента. Такие т-клеточные прогениторы пиропатентных стволовых клеток человека к настоящему моменту не были получены. Существует ограниченное количество публикаций, в которых, в частности, из пиропатентных стволовых клеток мыши путем оверэкспрессии транспекционных факторов были получены т-клеточные предшественники, способные эмигрировать в тимус и восстанавливать ТЛМФПС. Для пиропатентных стволовых клеток человека существует всего одна публикация, в которой путем искусственного увеличения экспрессии целого ряда транспекционных факторов были получены клетки, подобные гемопатическим стволовым клеткам, которые были способны восстанавливать гемопоэсы, в том числе и ТЛМФПС. Из неманипулированных, из пиропатентных клеток человека без искусственного увеличения экспрессии транспекционных факторов т-клеточные предшественники, способные к миграции в тимус, в настоящем моменте получены не были. Таким образом, мы сфокусировались на решении конкретно этой задачи. Теперь я напомню процессы, происходящие в тимусе, по большей части не для того, чтобы прочитать лекцию по иммунологии, а по большей части, чтобы напомнить вам о поверхностных маркерах, о которых я буду говорить далее. Наиболее охарактеризованной стадией является стадия двойных позитивных клеток, характеризующаяся совместной экспрессией маркера CD4 и CD8 на поверхности клеток. Эта стадия далее в тимусе дифференцируется в стадию двойных позитивных клеток, которые экспрессируют на своей поверхности т-клеточный рецептор и корецептор CD3, и составную часть комплекса т-клеточного рецептора CD3. Далее такие клетки дифференцируются в синглопозитивные клетки CD4 и CD8, соответственно, и покидают тимус как Т-хелперы и Т-эффектор. Стадия предшествующая стадии двойных позитивных клеток называется стадия двойных негативных, которая, в свою очередь, характеризуется отсутствием экспрессии 4 CD8. Хороших маркеров поверхностных для характеризации стадий предшествующей, стадий двойной позитивной стадии для человека, к сожалению, к настоящему моменту нет. В отличие от мыши, где эти стадии хорошо характеризованы, для них известны поверхностные маркеры, поверхностные маркеры мыши для человека, к сожалению, не работают. Соответственно, стадия предшествующая, стадии двойной негативной, называется стадией ранних токлеточных предшествий. То есть это наиболее ранние лимфоидные клетки, которые могут быть обнаружены в тимусе, и они, в свою очередь, характеризуются поверхностной экспрессией маркера CD34. Также, каким мы еще можем манипулировать поверхностными маркерами, это маркер CD7, который является общим лимфоидным маркером, и, соответственно, все предшествия предшествия лимфоидной линии экспрессируют CD7 маркер. Теперь, кто заселяет тимус? К настоящему моменту считается, что тимус заселяют стволовые клетки крови. Но так как стволовые клетки крови сами по себе являются гетерогенной популяцией, какая именно субпопуляция стволовых клеток крови и заселяет тимус, тоже, к сожалению, не точно известны и неизвестны поверхностные маркеры, неизвестен дифференцировочный потенциал. Однако мы можем сказать, что наиболее ранние теклеточные предшественники в тимусе и те клетки, которые приходят в тимус, должны обладать сходным экспрессионным паттерном. Теперь ночь сигналинг. Ночь сигналинг является основной движущей силой дифференцировки Т-клеток в тимусе. Так, по маркерам все. Теперь, какие известны протоколы дифференцировки паттеропатентных стволовых человек в Т-клетке? Существует довольно большое количество протоколов. Все они сложны в воспроизведении. Все они разные. То есть кто-то идет через стадию эмбриоидных телец, кто-то путем коккультивирования с астромальными линиями. Существуют протоколы, которые идут через стадию органоидов. Для всех этих протоколов, в общем, является то, что некие предшественники, характеризующиеся экспрессией CD34, получаемые на первых этапах дифференцировки, далее культивируются с астромальными линиями, экспрессирующими ночь элеганды DLL-1 или DLL-4, которые, собственно, и моделируют строму Тимуса, которые моделируют ночь сигналинга, который обеспечивает дифференцировку токлеток Тимуса. В нашей дифференцировочной системе мы попытались сократить стадии дифференцировки и попытались максимально минимализировать стадии дифференцировки. То есть мы подобрали такие условия, в которых у нас всего две стадии. То есть на первой стадии мы из перипотентных стволовых клеток человека путем культивирования в двумерных условиях получаем некие предшественники, характеризующиеся экспрессией CD34. И далее мы культивируем эти предшественники с астромальной линией, экспрессирующей ночь элегант. Теперь конкретно к нашей системе. То есть мы стартуем стадии перепотентных стволовых клеток. В течение 12 дней мы культивируем клетки в полностью охарактеризованных условиях, в отсутствии сыворотки, в отсутствии астромальных линий, что очень важно в биотехнологическом плане, что приближает нас на один этап к использованию этих клеток в клинике. К сожалению, на следующем этапе мы используем астромальную линию. Соответственно, выделяя CD34 положительные клетки, мы культивируем их с линии Opinandia LL4 в присутствии ростовых факторов, поддерживающих Т-клеточную дифференцировку. И после трех недель культивирования, кокультивирования с астромальной линией, обеспечивающей ночь сигнале, мы получаем отчетливо выраженную двойную позитивную популяцию Т-клеток, которая, соответственно, нарастает в процентном соотношении в процессе дифференцировки на шести неделях. Практически все клетки, которые мы имеем в нашей дифференцировочной системе, являются двойными позитивными Т-клетками. Укосовательство клеточного рецептора, начиная с четырех недель, клетки начинают экспрессировать Т-клеточный рецептор на своей поверхности. И, соответственно, популяция клеток, экспрессирующих Т-клеточный рецептор, увеличивается в процессе дифференцировки. Наши клетки являются поликлональными, что видно по результатам секвенирования Т-клеточного рецептора. Далее, так как наш фокус был выбран на ранних стадиях дифференцировки Т-клеток, соответственно, манипулируя известными маркерами ранней Т-клеточной дифференцировки, которые у нас есть в Т-клеточной дифференцировке, мы охарактеризовали первые ранние самые этапы дифференцировки при культивировании СОПИ-9-ДЛПО. То есть мы видим, что в процессе дифференцировки наши клетки довольно быстро теряют СОПИ-34, а двойные позитивные клетки нарастают, и на 14 днях культивирования мы уже отчетливо видим популяцию двойных позитивных клеток, которые увеличиваются в процессе дифференцировки. Далее, для того, чтобы охарактеризовать процессы, происходящие при дифференцировке, мы сделали секвенирование наших клеток с разрешением единичных клеток. Для этого мы выбрали две временных точки. Одна – это 10 дней, когда у нас еще в достаточном количестве присутствуют 34 положительные клетки, и у нас еще практически нет двойных позитивных клеток. И мы взяли день 14, когда у нас еще присутствуют 34 клетки, и у нас отчетливо есть двойные позитивные клетки и какие-то предшествующие популяции, которые могут быть какими-то стадиями дабы негативных клеток. Мы селектировали CD7 клетки, и путем регрессии многомерного пространства у нас получилась вот такая карта. Здесь мы видим, что это первый сортинг, который представляет собой 90-е дефонцировки. И здесь у нас второй сортинг, который представляет собой CD7 положительные клетки, получаемые на 14 дня в культивировании. Здесь на карте показаны маркерные гены. То есть все клетки у нас экспрессируются на 7-й. Собственно, это маркер, по которому мы селектировали клетки для нашего секвенирования. Часть клеток экспрессирует маркер CD34, то есть, собственно, чего мы и ожидали. Так как определенный процент клеток у нас экспрессируется CD34. Далее CD3. В данном случае мы говорим о экспрессии генов, о РНК, но не о экспрессии белков. Соответственно, в данном случае все клетки у нас экспрессируются CD3, и в целом этот показатель является достаточно нормальным, потому что даже НК клетки, они тоже экспрессируют CD3. Здесь мы видим части клеток, у нас экспрессируются рекомбинации, рак 1, рак 2. И вот здесь мы тоже можем видеть двойные позитивные. Здесь выделена популяция клеток, которые экспрессируют, совместно экспрессируют CD4 и CD8. Далее мы раскластеризовали наши клетки, полученные в результате секвенирования, и получили 13 кластеров. Далее мы вручную анонсировали каждый кластер, и в итоге отдельно у нас выделился кластер антиген-презентирующих клеток, который у нас экспрессирует HLA и другие маркеры, характерные для антиген-презентирующих клеток. Мы анонтировали их как моноциты и эндендритные клетки. Далее у нас отдельно выделяется кластер 13, который характеризуется экспрессией эритроидных генов и генов, характерных для тучных клеток. Этот кластер мы назвали мем, что можно расшифровать как миелоидные, эритроидные и тучных клеток предшественники. Такие клетки были найдены в печени плода человека с таким характерным паттерном. Соответственно, мы их характеризовали также как мем. Далее кластер 4 и 6 характеризуются увеличенной экспрессией генов, характерных для НК клеток. И, собственно, как мы уже видели, двойные позитивные клетки у нас располагаются, Т-клетки у нас располагаются в этой части нашей карты. И, соответственно, по генам, характерным для двойных позитивных клеток, мы охарактеризовали эти кластеры как кластеры двойных позитивных Т-клеток. Кластеры, располагающиеся между мем и между нашими НК клетками и двойными позитивными Т-клетками, мы аннотировали как некие предшественники. Они еще не экспрессируют практически, либо экспрессируют на низком уровне маркеры двойных позитивных Т-клеток. И интересно, что кластеры восьмой и двенадцатой могут являться некими предшественниками также НК клеток, либо и нейтлинфоид клеток, потому что они тоже частично экспрессируют маркеры НК клеток. Удивительным было для нас то, что антиген, презентирующие клетки, у нас экспрессируют на высоком уровне CD4 маркер, так как в процессе развития CD4 сингл-позитивные клетки были характеризованы как стадия предшествующей двойной позитивной стадии Т-клеток. В данном случае в нашей дифференцировке мы не видим такой яркой экспрессии CD4 маркера, как, например, CD8 в наших двойных позитивных клетках. Однако мы видим увеличенную экспрессию маркера CD4 на антиген, презентирующих клетках. Таким образом, это такой дополнительный вывод из нашей работы, что, возможно, те клетки, которые находили в тимусе человека и характеризовали их как стадия положительная CD4, предшествующая стадии двойной позитивной, возможно, на самом деле являются некими предшественниками антиген, презентирующих клеток. Теперь кластер 3, 2, 10. Они похожи по экспрессии маркерных генов. Несмотря на то, что мы редуцировали клеточный цикл в процессе нашего анализа, однако увеличенная пролиферация является неотъемлемой характеристикой Т-клеток. Взрывная пролиферация, таким образом, нам все равно не удалось редуцировать клеточный цикл полностью, поэтому, по всей видимости, кластер 3, кластер 2 и 10 являются, по сути дела, одними и теми же клетками, однако находящимися в разных стадиях клеточного цикла. Здесь мы видим, что дифференцировка, по всей видимости, у нас идет от стадии предшественников, то есть от стадии кластера 9-го, 5-го, через промежуточные стадии дифференцировки, в стадию двойных позитивных Т-клеток и, соответственно, НК-клетки, которые у нас ответвляются в отдельную ветвь дифференцировки. Чтобы сравнить наши данные, данные, полученные in vivo, мы провели сравнительный анализ наших данных с данными single-cell секвенирования, полученными Дзенг и коллегами на лимфоцитах, выделенных из тимуса человека, эмбрионов и плода человека. Здесь представлены смешанные кластеры, а на этой карте представлены кластеры, которые аннотированы Дзенгом как двойные позитивные Т-клеточные предшественники и ряд других кластеров. На этой карте представлены наши кластеры, которые уже вам знакомы. Я здесь отдельно вынесла карту. И, соответственно, мы здесь можем видеть наши кластеры, как располагаться. Для того, чтобы нам охарактеризовать, насколько наши клетки, наша дифференцировка соответствует процессам, происходящим in vivo, мы охарактеризовали смешанные кластеры. То есть смешанный кластер девятый у нас по составу своему состоит из дендритных клеток и макрофагов, которые были охарактеризованы Дзенгом. И в этот же кластер входит наш кластер 11-й кластер 7-й, который мы также охарактеризовали как антигенпрезентирующие клетки. Таким образом, клетки, аннотированные нами как дендритные клетки, и моноциты попали в один и тот же смешанный кластер с кластерами, аннотированными Дзенгом как миелоидные клетки. Далее наш кластер, который мы анонтировали как мем, кластер 13-й, он также попал в один общий кластер с клетками, аннотированными Дзенгом как тучные клетки. Смешанный кластер, который мы назвали innate lymphoid cells, он состоит из, в состав этого кластера входит 75% innate lymphoid cells, охарактеризованным Дзенгом. И в состав этого кластера также входит наш кластер 4-й и 6-й, который мы, собственно, тоже аннотировали как НК клетки. Таким образом, смешанный кластер также представлен лимфоидными клетками. Далее, что касается двойных позитивных клеток. Клетки, аннотированные Дзенгом как предшественники Т-клеток, предшественники альфа-Б, Т-гамма-Дельта клеток и наш кластер 10-й, они также попали в один смешанный кластер. Так как наш фокус – это ранние Т-клеточные предшественники, нам интересно понять, насколько наши клетки похожи на то, что она была аннотирована как ранние Т-клеточные предшественники. Мы здесь видим кластеры, в которых попали 68% ранних Т-клеточных предшественников из плода человека и 34% клеток, аннотированных Дзенгом как эмбриональные ТП, и 94% и 95% соответственно из кластера 9-го 7-го попали в этот смешанный кластер. Из этого анализа мы можем сделать следующий вывод. Во-первых, наша дифференцировочная система отвечает процессам, происходящим in vivo. То есть наши популяции клеток, которые содержатся в нашей инвитро-дифференцировочной системе, они соответствуют по трансляционному профилю кластер, тем клеткам, которые могут быть обнаружены in vivo в тимусе человека в процессе его развития. И соответственно эти ранние Т-клеточные предшественники, которые являются предметом и целью нашей работы, могут быть обнаружены в кластерах 9 и 5. И соответственно кластер 9, по всей видимости, обладает наибольшим содержанием предшественников, так как у нас дифференцировка идет в направлении от кластера 9 к следующим кластерам. Следующим мы хотели подобрать поверхностные маркеры, которые позволили бы нам выделить клетки кластера 9, которые по всей вероятности наиболее похожи на клетки, способные к наиболее ранней этой клетке, соответственно могут обладать способностью мигрировать в тимус. К сожалению, поверхностным маркерам нам не удалось выявить хороших поверхностных маркеров для селекции клеток из 9 кластера, кроме известного уже нам хорошо 30 маркера CD34. Соответственно мы селектировали наши клетки в процессе выполнения нашей дифференцировки по маркеру CD34 и закалывали их мышам и дифференцировали их инвиво, инвитро. Соответственно клетки, с которыми мы работали, они практически полностью были CD7 положительными, они экспрессировали по большей своей части маркер CD45 array, который является также маркером циклеточных предшественников, и они еще не экспрессировали маркера CD5, однако уже началась экспрессия маркера CD4, хотя мы знаем уже, что скорее всего это начинается дифференцировка CD4 антигенпрезентирующих клеток. Мы закалывали наши клетки мышам, новорожденных мышам в печень. И после четырех недель культивирования мы обнаружили в тимусе иммунодефицитных мышей двойные позитивные Т-клетки. В качестве контроля мы использовали пуповинную кровь, CD34 выделенный из пуповинной крови, которую мы культивировали в нашей же системе дифференцировки до стадии Т-клеточных предшественников. И это был позитивный у нас положительный контроль, потому что работы, которых из пуповинной крови получали предшественники Т-клеток, были опубликованы. То есть наши клетки, наши Т-клеточные предшественники, получаемые из перепадентных стволовых клеток человека, мы обладали способностью заходить в тимус и, соответственно, дифференцироваться в тимусе в двойные позитивные Т-клетки. Далее. Мы решили посмотреть, как долго наши клетки могут быть обнаружены в тимусе иммунодифицитных мишей. Соответственно, на восьми неделях двойная позитивная популяция у нас истощается, и мы наблюдаем только синглопозитивные клетки, а на 16 неделях даже CD8 синглопозитивные пропадают, а остаются только CD4. То есть таким образом наши клетки не являются стволовыми клетками крови, они являются предшественниками Т-клеток, которые, заходя в тимус, дифференцируются и постепенно исчезают. Далее мы посмотрели, а выходят ли наши клетки из тимуса. И да, мы обнаружили и в селезенке, и в периферической крови наших мышей на 16 неделях культивирования синглопозитивные клетки, но не обнаружили ни B-клеток, что характеризуется отсутствием экспрессии C19-го, ни НК-клеток, ни милоидных клеток, которые, собственно, тоже не детектируются. Соответственно, для того, чтобы оценить дифференцировочный потенциал наших тимус-репопулирующих клеток, мы также провели дифференцировку ин-витро. Потому что мышь, возможно, так как мышь и мышь – это не человек, возможно, мышь не поддерживает дифференцировку других типов клеток крови. Соответственно, мы ин-витро дифференцировали в Т-клетке, понятно, что у нас двойные позитивные клетки экспрессируют в НК-условиях, в условиях дифференцировки, поддерживающих дифференцировку в НК-клетке. Наши клетки экспрессировали CD56, CD16 и другие маркеры НК-клеток. Также при культивировании наших выделенных CD34 предшественников в метилцеллюлозе клетки давали как эритроидные колонии, так и милоидные колонии смешанного типа. Таким образом, наши клетки, которые являются тимус-репопулирующими, они также ин-витро обладали способностью дифференцироваться в другие линии клеток крови, что может быть как следствием их более широкого дифференцировочного потенциала, так и следствием высокой гетерогенности этой популяции. Также хочу сказать об эффективности репопуляции. То есть в данном случае эффективность репопуляции у нас была стабильная и составляла примерно 25%. Это значит, что при заколе пяти мышей одна мышь репопулировала, четыре – нет. по сравнению с пуповинной кровью, когда репопулировала каждая заколотая мышь, эффективность у нас была ниже. Однако, такой процент эффективности является хорошим показателем. Теперь мы решили проверить, что же из себя представляют эти 34-е клетки, способные к репопуляции. И мы искусственно выделили из нашего анализа CD34 положительные клетки и их раскластеризовали снова, получив ряд новых кластеров. Соответственно, это номера кластеров новых наших из 34-х положительных клеток. Здесь мы видим кластеры из нашего общего анализа. Соответственно, кластер 4 полностью состоит из клеток, принадлежащих к кластеру MEM. Кластер 5 состоит из клеток 11 и 7. А кластеры 3, 0, 1 и 2 представляют собой смесь клеток, принадлежащих к кластерам 9, 5 и некоторым более поздним кластерам дифференцировки. Соответственно, здесь мы видим вот эти наши новые 34-е кластеры на нашей старой карте. То есть вот здесь у нас кластер 4, локализующийся с клетками, характеризующимися MEM. Здесь клетки из нового кластера 5, которые у нас присутствуют в кластерах антигенпрезентирующих клеток. И, соответственно, другие кластеры 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1 и 2, они у нас расположены таким образом на нашей общей карте. А здесь процентное соотношение этих клеток. То есть основной процент клеток попадает в кластер 0, а более ранней клетки, так кластер 3 всего 8%, кластеры, принадлежащие к не Т-клеточной линии дифференцировки, составляют 5, 4%. И более поздний кластер дифференцировки, то есть 17 и 25%. По экспрессии генов кластер 4 и кластер 15, несмотря на то, что они экспрессируют 34 маркер и маркер 7, почему они экспрессируют также набор генов, характерных для моноцитов и дендритных клеток, и кластер 5 и кластер 4, характерных для эритроидных клеток и тучных клеток. Теперь мы провели анализ экспрессии генов, маркерных генов ранней Т-клеточной дифференцировкой. Мы вручную выбрали те гены, те известные гены, которые отвечают за раннюю Т-клеточную дифференцировку по данным человека и мыши. Сфокусировались мы, конечно же, на кластерах, которые отвечают основной линии Т-клеточной дифференцировки. Здесь мы видим валидацию, что кластер 5, 4, 3, они располагаются в порядке 5, 4 и затем наши Т-клеточные кластеры. Третий, нулевой, первый, второй. То есть кластер 3 у нас характеризуется увеличенной экспрессией 34 и пониженной экспрессией среди 7. Теперь гены характерны для Т-клеточной линии дифференцировки. Соответственно, BCL11b – это наиболее известный мастер-фактор Т-клеточной дифференцировки. Его экспрессия возрастает, начиная с кластера нулевого, первый и второй. Также другие гены ассоциированы с Т-клеточной дифференцировкой, как ЛСК, ГАТА-3 и другие гены. Далее более поздние маркерные гены Т-клеточной дифференцировки экспрессируются в более позднем кластерах 1, 2 и 2. И еще более поздние Т-клеточные, как ТСФ7 и ЗАП70, они экспрессируются только в последнем, втором, более позднем кластере дифференцировки. Соответственно, судя по всему, основная линия дифференцировки идет Т-клеточной дифференцировки от кластера 3 через нулевой, первый и второй. В то время как CD5, кластер 5 и кластер 4, они не принадлежат к Т-клеточной дифференцировке, однако же входят в состав нашей смешанной CD3-4, репопулирующей популяции. Гены, относящиеся к CD3-м, у нас также увеличивают экспрессию, и TCR также мы видим увеличенную экспрессию по нашим кластерам. Интересно, что кластер 3, который у нас является стартовым кластером нашей дифференцировки, он у нас уникально экспрессирует два гена, которые для МШ ассоциированы с наиболее ранними т-клеточными предшественниками и клетками, способными мигрировать в Тимус. Соответственно, наш третий кластер у нас уникально экспрессирует эти гены. И также ряд генов, ассоциированных с плюрипотентностью, которые спадают в процессе, экспрессия которых уменьшается в процессе дифференцировки. Часть генов затухает довольно быстро, и часть генов сохраняет экспрессию до последнего кластера, однако экспрессия уменьшается. Она сохраняется, но тем не менее уменьшается. Таким образом, кластер третий, который является изначальным кластером т-клеточной дифференцировки, он еще не экспрессирует гены, характерные для т-клеточной дифференцировки, и экспрессирует гены, ассоциированные с мультипотентностью, и уникально экспрессирует гены, отвечающие ранним т-клеточным предшественникам. Таким образом, дифференцировку в нашей системе можно охарактеризовать следующим образом. Кластер четвертый и пятый уже комментированы по дифференцировке в других направлениях, в направлениях МЕМ и направлениях антигенпрезентирующих клеток. Таким образом, по всей видимости, реально тимус репопулирующим клетки возможно только обладают кластер третий, которого всего 8%, что может быть следствием как раз такой низкой эффективности репопуляции. И, собственно, наш кластер, кластер третий, он обладает уникальной экспрессией части генов, ассоциированных с ранними т-клеточными предшественниками. Далее в процессе дифференцировки часть генов, мультипатентных генов у нас затухает, и начиная с кластера нулевого у нас начинается экспрессия характерных генов, мастер генов т-клеточной дифференцировки. С кластера второго включаются более поздние гены дифференцировки, и кластер третий уникально экспрессирует более и более поздние маркеры т-клеточной дифференцировки. В то же время кластер антиген-презентирующих клеток, наш миелоидный кластер, он также экспрессирует часть генов, ассоциированных с мультипатентностью, и частично гены ассоциированы с ранней токлечной дифференцировкой, но не более поздние гены. Что касается кластера MEM, он также экспрессирует часть генов мультипатентных и частично несколько генов, относящихся к токлеточной дифференцировке, но, возможно, не знают в данном случае какую-то другую функцию в этом кластере. Таким образом, какие можно выводы сделать из нашей работы? Первое. Мы разработали систему дифференцировки терапатных столовых клеток человека в предшественнике клеток, которая воспроизводит развитие клеток в тимусе. Без манипуляций с искусственным увеличением экспресс-развитационных факторов мы получили предшественники клеток, которые могут обладать способностью мигрировать в тимус, с рецепиентом они заселяют и восстанавливают лимфоэс и выходят из тимуса и могут быть обнаружены в селезенке и в периферической крови рецепиента. Также мы характеризовали гетерогенность популяции предшественников токлеток и предложили маркерные гены для выделения предполагаемых ранних стоклеточных предшественников. Соответственно, какие далее варианты развития проекта? Во-первых, так как репопуляция все-таки низкая, то следующим этапом будет выделение популяции предшественников токлеток, которые обладают повышенной способностью к заселению в тимусе. Также немаловажным этапом, приближающим нас к использованию клеток в клинике, является переход к бессвидерным условиям культивирования. И третий этап – это переход к экспериментам с участиями человеческих приматов. Данная работа была выполнена сотрудниками Института Гуанчжоу биомедицины и здоровья Китайской Академии наук, клеточной части, мною и доктором Джанг Боу Юн. И анализ данных одноклеточного сиквенирования был выполнен Евгением Альбертом из МФТИ. Спасибо большое за внимание. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишите мне на e-mail. Спасибо большое за внимание. Я постараюсь присутствовать лично, но из-за проблемы с интернетом, из-за фаервола в Китае, возможно, у меня это не получится. Я постараюсь очень, но в любом случае можно писать, писать мне на e-mail, если есть вопросы. Спасибо большое. До свидания. Продолжение следует...